Когда человек испытывает страдания, способные разорвать его напополам, и его сердце замерзает. Доброго времени суток. Сегодня я хотел бы поговорить о новинке этого сезона. Джокер. Тодда Филлипса с Хайкиным Фениксом в главной роли. Я не являюсь заядлым киноманом, и уж тем более кино по комиксам. Просмотр у меня полнуло полнейшее отсутствие негативных отзывов. Я такой, да как так-то? Одна из причин моего зашивания в современном кино – это его безидейность и безвкусица. Здесь же мы имеем так кучу фильм по комиксам, фанатам которых меня вообще не назовешь. А имея повальную халтурность в произведственном конвейере последних лет, я был абсолютно уверен в том, что фильм провальный. Посмотрев трейлер, я совершенно не понял, о чем будет фильм. Мне казалось, типа, это что вообще такое? Это вообще ни до какого уровня не дотягивает супергеройского кино. Но я чуть-чуть ошибался, думая, что это будет какой-нибудь боевик. Нет, ребята, это совершенно другой уровень. Был уверен, что это очередной проходняк, и не понимая, почему его так все обрезывают, я длинулся изучать феномен. Именно просмотр фильма вынудил меня сделать этот обзор. Обойдемся без споймеров. Мельком пройдем по фильму, и я поделюсь своими впечатлениями. Фильм представляет собой самостоятельное произведение, при этом отстая носки к комиксам и к предыдущим киноэкранизациям, в которых фигурировал Джокер. Протагонистом является Артур Флекс. Простите, Артур Флек. Душевно больной, добродушный мужчина средних лет. Живет со своей больной матушкой, которая заботится по мере своих возможностей. У Артура есть мечта. Он хочет стать стендап-комиком. Ведь мама всегда говорила ему, ты пришел в этот мир, чтобы дарить людям улыбки и приносить радость. Работает аниматором, пытаясь преуспеть на этом поприще. Он ведет дневник, в котором также записывает свои идеи для выступлений. Я не согласен с тезисами, что ему незачем жить. Он живет в самопожертвовании. Он им сгорает. Мы видим тощего, совершенно отвратительного на вид безумца, который недоедает, но самозабвенно отдает последней любимой матери. И все то абсолютно незасложное дерьмо, которое с ним происходит, просто несправедливо. С каждой минуты фильма на нас несется локомотив проблем. Утраты, разочарования, одиночество. Артур становится все более одиноким, что только усугубляет его безумство. Но реальный мир остается холоден к нему. Его постоянно не замечают, а когда все же ему удается вступить в контакт с социумом, получает очередной удар судьбы. Он страдает от психического расстройства, приступов неконтролируемого смеха, в ситуациях, которыми совсем никак не назвать смешными. Он пытается подавить его в себе, но совершенно безрезультатно. Здесь я выделяю бесподобную игру Хоккейна Феникса. Это просто нечто. Он пошел на колоссальное самопожертвование ради роли, похудев на 24 килограмма. Изучал историю болезни, людей с такими же негдугами. Самого актера видел в другом кино, но каких-то особенностей увидеть не могу. Запомнился он мне рассказчиком в мощнейшем злозащитном пропагандистском фильме «Земляне». Здесь, в Джокере, он выложился на полную. Просто 100% браво. Это лучше просто один раз увидеть, чем я буду здесь дифферамбы какие-то перечислять. Готэм жесток и мрачен. Город находится в упадке. Классовое неравенство раскаляет протестное настроение рабочего населения. Но никто не может повлиять на ситуацию. И на фоне этой разрухи появляется спаситель ситуации. Томас Уэйн, баллотируясь на пост мэра, обещает разобраться со всем этим дерьмом. Извините за кламбур. Ну, там основной мотив, то, что происходит забастовка мусорщиков, и город просто наводнен мусором. На этом строится завязка фильма, хрометаж которого составляет около двух часов. Невнимательному зрителю может показаться, что начало у фильма затянутое. Это абсолютно не так. Каждая сцена фильма, план или диалог, имеет вес. И в дальнейшем будет играть важнейшее значение в сюжете фильма. Диалоги. Именно диалоги здесь имеют ключевую роль. Для любителей супергеройского кино это может вызвать приступ зевоты. Я же, касаясь синематографа, только в исключительных случаях, когда создатели готовят для меня какой-то бриллиант. То есть я беру классику, проверенную временем, и ознакомлюсь с ней. Либо же, вот как в этом случае, все просто поголовно. Я не видел просто разгромных отзывов. Я не видел, которые вообще бы хоть как-то негативно носились. И поверив на слово критикам, которые облизывают фильм, я отправился самостоятельно познать, что же это за феномен. И я заявляю, что я нисколько не пожалел ни о потраченных средствах, ни о потраченном своем драгоценном времени. Это, ребятушки, просто шедевр. Я всем советую. Просто, просто это осталось вообще немножко. Викенд заканчивается, нужно срочно идти и смотреть. Лента максимально реалистична, снята крупными планами, редко разбавляя картинку пейзажами. Картинка просто великолепна. Вообще, весь фильм представляет собой шкатулку Лимаршана, восставшего из ада. Идеально выверенный механизм. При крохотном бюджете в 55 миллионов долларов авторы сделали просто шедевр. Визуал, снятый в настоящем городе, а не на зеленке. Если кому-то не понравились детали сюжета или же сам мотив повествования, но все, кто посмотрели фильм, сошлись над том, что здесь бесподобный визуал. Музыкальное сопровождение поделено на хиты, выбор которой русскоязычному слушателю может быть непонятен. Но каждая песня в фильме имеет отсылки, либо прямо описывает происходящее на экране. И назовем его симфонический эмбиент, мотивы которого многие из вас уже слышали в сериале «Чернобыль». У них один и тот же композитор – девочка. Лента отлично работает с несколькими темами, такими как политика, безумие и одиночество. Если авторы открещиваются от тематики политики, действительно ли они сделали это ненароком, либо же они действительно готовили такой политический подтекст, но я с уверенностью могу сказать, что получилось у них это просто отлично. Классовое вот это противостояние. Неважно, как вы к этому относитесь, оно здесь реализовано просто отлично. Тематика безумия, сумасшествия, психических расстройств также раскрыта. Я видел обзор одной девочки, которая 40 минут просто рассказывала, чем он страдает, какие болезни, почему они прогрессировали, что с ним неправильно работали социальные психологи. И тематика одиночества. Здесь невозможно водить без спойлеров, просто знайте, что тематика одиночества раскрыта просто восхитительно. Почему я назвал ролик «Джокер ужасный фильм»? Все довольно-таки очевидно. Его просто физически неприятно смотреть. Первая половина фильма – это… Не знаю, я сидел в кресле, и есть таким прощением просто смотрел на экран. Это действительно неприятное зрелище, которое своей атмосферой, давящей совершенно, думовой просто, завораживает тебя. И тебе интересно на это смотреть. Я не получал удовольствие от просмотра, но это было интересно, и меня переполняли эмоции. Это самое важное, я считаю, что ты смотришь фильм для того, чтобы вообще касаешься кинематографа, для получения эмоций. И здесь, не знаю, как мне кажется, фильм поделен на части, и вот начало очень тяжелое, его очень тяжело смотреть было. Атмосфера фильма утягивает зрителей вместе с собой. Она буквально насильно погружает тебя в его проблемы, и ты проживаешь их вместе с ним. Фильм ужасно драматичный, депрессивный. При просмотре давящее чувство несправедливости просто душило меня, праведный гнев просто кипел. Невозможно не сопереживать. Я не знаю, как некоторые люди говорят, что там какой-то романтизацией убийства происходит. Вот это ничего подобного. Никто ничего романтизирует человека, просто доводит до этого иступления. И я просто хочу сказать людям, идти добрее.